Давненько у нас на канале не было какого-то мощного премиума с пробегом. Итак, спешим вам представить Mercedes-AML в 164-м кузове. Mercedes-AML второго поколения прожил яркую, но какую-то короткую жизнь. Он был представлен в 2005 году, обновился в 2008 и уступил свое место третьему поколению в 2011. Он породнился с первым поколением GL-класса и экстравагантным минивэном R-класса. Они созданы на общей платформе. В истории Mercedes-AML были падения и откровенные неудачи. Собственность с них и началась. Если вам интересно, о чем речь, то обязательно смотрите обзор наш до конца. Если вы впервые у нас на канале, то имейте в виду, что наш обзор не про кнопочки и размер салона, а о реальной эксплуатации автомобиля. И если вы не хотите попасть на огромные деньги при ремонте и при эксплуатации данного автомобиля, то обязательно досмотрите этот обзор до конца. И если еще не подписаны, то подпишитесь на наш канал и нажмите колокольчик. И еще на данный момент вот этот вот экземпляр продается. Ссылочка на него будет в описании к этому ролику. Владельцы дорестайлинговых ML и даже рестайлинговых экземпляров не понаслышке знают о коррозии. Самые очевидные жертвы ржавчины – это кромки колесных арок, особенно задних. Также довольно интенсивно ржавеют кромки боковых дверей изнутри. Причем тут коррозия лезет изнутри. Зачастую проще не ремонтировать. Все-таки ремонт кромок и завальцованных деталей – работа сложная и неблагодарная. Обычно владельцы ML со сгнившими дверями просто покупают на разборках двери. В хорошем состоянии дверей на эти кроссоверы очень много, а цены на нержавые экземпляры по 50 и 100 долларов. Ну и если вам нужны двери на ML, то обязательно обращайтесь в «АвтоСтронг». Ссылочки на наши сайты в описании. Передние фары хорошо выдают пробег. У данного экземпляра пробег за 300 тысяч километров. Так вот, фары охотно мутнеют, иногда желтеют изнутри. У них выгорают отражатели линз. Что сразу сказывается на качестве освещения дороги. Сама по себе реставрация фар с восстановлением отражателей или заменой штатных линз на светодиодные не стоит дорого. К десятому году жизни может подкинуть проблем трапеция дворников. Из-за обильной коррозии направляющих штифтов она либо заклинивает, либо скорость взмахов значительно снижается. Тут помогает профилактика снятия трапеции и смазка всех ее движущихся сочленений, а не только штифтов. Еще может отлететь правый дворник, либо просто залюфтить. Дело в том, что с рычагами трапеции он соединен подшипниками. Так вот и здесь коррозия творит неприятные дела. То есть подшипник может просто разрушиться и отсоединиться от рычагов трапеции. И, кстати, подшипники можно поменять и сразу установить те, которые защищены шторками от попадания грязи внутрь. Новая трапеция стеклоочистителей стоит порядка 350 долларов, бэушная – 50 долларов. Нужна трапеция – обращайтесь в АвтоСтронг. Ссылочки на сайты в описании. Бывает, что ломается поводок заднего стеклоочистителя прямо возле вала. Новый поводок стоит 80 долларов. Аналог из Китая – 20-ку. Фирменное слабое место электрики – это модуль SAM, который находится в багажнике сзади, справа за обшивкой. Сам по себе блок очень сложный. Он управляет бортовой электроникой от задних фонарей, замков дверей, датчика уровня топлива до подсветки салона, электрорегулировок сидений и прочего. Очень редко этот блок может выйти из строя из-за вибраций или из-за скачков напряжения. Но основные проблемы с ним случались именно из-за попадания на него воды. А вода туда попадала через продавленные и растрескавшиеся прокладки задних дверей. Также вода может капать на блок из-за уставших резинопластиковых липс, которые крепят пластиковую обшивку в проемах багажника над фонарями и до крыши. Еще вода может попадать в багажник через иссохшийся уплотнитель заднего стоп-сигнала, а также через уплотнитель вала заднего стеклоочистителя. Из-за намокания блока S&M могут происходить разнообразные глюки. От неработающих дверных замков по одному до неработающего центрального замка в целом. Плюс будут неработать подвески, плюс могут быть ложные срабатывания тех же самых замков. И даже уровень топлива на приборной панели может некорректно отображаться. В общем, эти блоки можно починить у профильных специалистов. Также можно поставить бушный блок от R-класса либо GL, но зачастую надо будет их перепрошивать. Также рекомендуется установить блок S&M повыше на уровне пола багажника. Также рекомендуется его покрыть консервирующим составом. Этот состав покрывает плату и не дает влаге до нее добраться. Передний блок S&M глючит гораздо реже. Он отвечает за питание и управление электрокомпонентом в передней части кузова. Например, из-за него могут глючить передние фары, то есть светить по одной, либо не светить вовсе. Таким же образом могут глючить и противотуманки, а также могут из-за него не работать стеклоочистители. Еще на этой машине может глючить подрулевой шлейф, но он ни на одной машине не вечен. Также помним, что в 164-м два аккумулятора. Так вот, аккумулятор для источников бесперебойного питания находится под ногами заднего правого пассажира, а основной аккумулятор находится в багажнике. Иногда бывает, что замки дверей выходят и строят сами по себе. И при желании их можно найти на китайских маркетплейсах. А бэушные замки, сами коробочки, стоят примерно от 20 до 50 долларов. Если нужны замки вот такие, то обязательно в «АвтоСтронг». Ссылочки на наши сайты в описании. Если МЛ оснащен сервоприводом открывания двери багажника, то знайте, что все здесь основано на гидравлике. Электронасос с небольшим бачком для жидкости находится в подполье багажника справа. Так вот, этот насос очень часто тоже утопает в воде, которая попадает в багажник. Так вот, он корродирует снаружи и изнутри, но его чаще всего удается реанимировать, хорошенько очистив от коррозии. И еще можно и нужно менять масло в этой системе, особенно если в бачке в виде насадок. А жидкость там используется такая же, как и в гидроусилителе. Идем дальше. Прокладки под задние фонари продаются по оригиналу за 35 долларов. И меняются несложно после снятия фонарей, хотя клей от старых прокладок сложно очень отдирается. Далее. У рестайлинговых МЛ задние фонари светодиодные. Частенько светодиоды перестают работать из-за влаги. Инженеры Даймлер придумали так, что эти фонари неразборные абсолютно. И то есть, если что-то перегорело, надо поменять на новые. Но наши умельцы успешно это преодолели. То есть, они делают пропилы, чтобы получить доступ к платам. И переклейка светодиодов уже это дело техники. И таким же образом решается проблема с потухшими светодиодами заднего стоп-сигнала. Сюда можно поместить светодиодную ленту. Либо же можно купить бэушный стоп-сигнал, либо же новый неоригинальный. Ну а теперь добро пожаловать в салон. Напоминаем, что у этой машины, которая продается, ссылочка в описании, на данный момент пробег 325 тысяч. И посмотрите, как салон сохранился. Он здесь действительно по-мерседесовски качественный. И практически такой же, как у машины, классом выше, как у Джей. Итак, а теперь про двигатели. Самый годный двигатель для этого автомобиля – это фирменный V6. Во всех версиях у него 3 литра с одной турбиной. Это прекрасный мотор, но владелец должен знать некоторые нюансы. Итак, поехали. Первое. Это теплообменник. Он спрятан в развале блока, и к пробегу в 120 тысяч километров прокладки сдаются и начинают пропускать масло. Масло, в свою очередь, может смешиваться с антифризом. Но сверху этого не видно. Обычно это замечают, когда масло начинает течь по поддону, то есть в задней части, или по колоколу трансмиссии. Так вот, перед тем, как вы покупаете вот этот автомобиль с этим мотором, обязательно нужно взять фонарик и посветить в заднюю часть, а предварительно снять вот декоративную крышку. Там все очень плотно упаковано, но разглядеть течь можно. Ну, если, конечно, прокладки текут. И самое главное, что при замене прокладки теплообменника нерадивые специалисты задували пыль и песчинки в каналы подачи и слива масла в турбину. Они становятся доступными после снятия теплообменника. Так вот, на рубеже 2010 года было немало случаев, что через пару дней, либо через пару недель после такого обслуживания турбина покидала чат и даже покидал чат сам его величество маслонасос, перемалывая вот эти вот песчинки. И вот самое интересное, что масляный фильтр никак не спасал. И еще у ОМ642-го мотора датчика давления масла нет совсем. Идем далее. Раз в 150-200 тысяч километров назревает необходимость заменить мембранный клапан системы ВКГ. Он установлен сзади на правой клапанной крышке. Так вот, его необходимость заменить назревает тогда, когда мотор начинает есть масло, либо же воздушные патрубки покрываются масляным налетом. То есть это все симптомы того, что картерные газы вместе с парами масла прямо током идут на впуск, а потом сгорают в цилиндрах. Еще один признак того, что клапан системы ВКГ свою функцию не выполняет, это появление жирного масляного пятна под ним и под расположенным ниже угловым переходником. Новый оригинальный клапан ВКГ вытягивает из кармана 250 долларов, а заменители есть в 5 раз дешевле. Далее. Вихревые заслонки. Они присутствуют во впускном коллекторе двигателя ОМ-642. Они не разбалтываются, не отламываются и не улетают. Просто нарушается их подвижность из-за свойственного для дизельного двигателя налета. В итоге раздалбывается пластиковая тяга сервопривода, открытие заслонок становится неполным. Как итог, Мерседес не едет, дымит черным дымом при разгоне. Что же нужно делать? Каждые 150 тысяч километров снимать впускные коллекторы и тщательно их очищать. Устанавливать ремкомплекты всего механизма вихревых заслонок. Еще со временем лопается воздуховод, который соединяет оба короба воздушных фильтров с турбиной. И этот воздуховод называется «Чайка». Как правило, трещина появляется в коротеньком патрубке от его крыльев ко входу холодной части турбины. И вот эту «Чайку» можно купить от китайских производителей по неоригиналу. Служить она будет нормально. Топливная система у этого двигателя от компании Bosch с пьезофорсунками. Так вот, форсунки пережили несколько ревизий и служат отлично. Идем далее. Если двигатель Омши Су-42 плохо заводится после морозной ночи, то это значит, что проблемы со свечами накала или же с форсунками. Так вот, если форсунки подустали, то на холостом ходу будет серый домок, а при разгоне – черный. А если вот этот автомобиль с двигателем Омши Су-42 дергается при разгоне, то это либо проблемы с геометрией турбины, либо датчик давления газов и EGR просится на замену. И, кстати, он находится под жабо чуть левее от центра. И про впускной коллектор не стоит забывать. Он стальной и двухслойный. Так вот, на рубеже 230 тысяч километров внутренний слой разрушается, также разрушаются фрагменты сварки. И вот эти частички, буквально как метеориты, бомбардируют колесо турбины. Как итог, дисбаланс и откровенное биение турбины вплоть до задевания лопатки геометрии. Говорят, что если после остановки двигателя и его остывания слышно характерное цоканье остывающей выхлопной системы именно из-под капота, то выпускные коллекторы как минимум правой пора менять, пока турбина жива. Цепь ГРЭМ мотора ОМ-642 выхаживает 300 тысяч километров. Заменить ее можно протяжкой, то есть вынимать мотор не надо, тем более, что она находится спереди. В общем, вот такие вот нюансики есть у этого мотора, которые выливаются, что раз в 150 тысяч километров нужно основательное обслуживание. Есть еще версии ML с битурбодизелем V8, но ничего общего или почти ничего общего с V8 этот двигатель не имеет. Это две рядные четверки ОМ-646. Нельзя сказать, что этот двигатель какой-то проблемный, но его легко довести до перегрева, что заканчивается пробитием одной из прокладок ГБЦ. Нужны витамины для вашего автомобиля? Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя, трансмиссии топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет, а Автостронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы, также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы. Добавь своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. Ну а где покупать это всё, вы знаете, в Автостронге. Ссылочки и подробности будут в описании. Заходите на наш сайт. Ну а теперь про бензиновые двигатели М272 и М273. В нашем случае М272Б35 на 272 лошадиных силы. Это базовый V6, то есть он атмосферный и был доступен на протяжении всего выпуска вот этой модели. А М273 это V8, который начали устанавливать с 2008 года. Так вот, раньше под капотами ML500 рокотал всем известный М113. Так вот, двигатели М272 и М273 с самого первого дня своего существования очень огорчали. Прежде всего, инженеры Даймлер ошиблись с металлокерамикой, из которой изготовлена паразитная шестерня цепного привода ГРМ. У мотора V6 от этой шестерни приводится ещё и балансирный вал. Так вот, эта шестерня жутко и быстро изнашивала, стянула за собой цепь, стругала стружку в масло, что тоже срок службы не продлевала. В самых запущенных случаях цепь перескакивала. Но суть в том, что эта проблема ушла. Поразительная звёздочка, она же звёздочка балансира двигателя М272, уже не изнашивается. Второй неприятный момент у этих двигателей – это задиры в цилиндрах. Они возникали и возникают из-за разрушения катализаторов, из-за перегрева на фоне грязных радиаторов, из-за некачественного топлива и масла. И о том, что поршни трут цилиндры, говорит в первую очередь масляный аппетит. Затем масляный аппетит прогрессирует, и могут появиться ошибки по пропускам воспламенения. Так вот, что с этим делать? В этом случае надо гильзовать блок. Но есть немало случаев, когда двигатели М272 и М273 проехали 300-400 тысяч километров без задиров. В любом случае, если за ними нормально смотреть, то есть менять масло каждые 7,5-10 тысяч километров, чистить радиаторы, то ничего плохого с этими двигателями не случится. Да, есть примеры дорогих поломок, но уход нормальный за мотором сделает так, что с такими ситуациями вы не столкнетесь. Зато никаких турбин и дорогих форсунок у этих моторов нет. Теплообменник расположен спереди. Тоже течет маслом из-за прокладок, но меняется не так хлопотно. Бывают проблемы с фазовращателями, они шелестят и постукивают при износе. Во впускном коллекторе есть полный набор заслонок. Лопоты вызывают заслонки, изменение длины впуска, либо обламывается тяга под штоком вакуумного актуатора. Либо же сами заслонки осыпаются во впуск. И вот эти осыпавшиеся заслонки обычно удаляют, потому что ремкомплекта нет. Ну а сейчас на минуточку вернемся к старому доброму М113 мотору, который устанавливался на МЛ первого поколения. Также устанавливался еще на вот этот кузов. Так вот, это очень надежный, хороший двигатель, никаких проблем он не создает. В общем, настоящий миллионник. А еще именно в этом кузове появилась настоящая AMG-версия объемом 6.3. Но, к сожалению, до 2015 года это был очень проблемный мотор. Владельцы судились с даймлером из-за тотального износа распредвалов, болтов ГБЦ, а также износ цепи ГРМ и шестерен никуда не ушел. Но истинные фанаты AMG знают, как приручить этот движок. Тут главное не мелочиться. Во всех версиях 164-й МЛ оснащался 7-ступенчатой автоматической трансмиссией 7G-троник, каталожный индекс 722.9. Так вот, поначалу у этой трансмиссии было немало детских болезней, но потом их излечили, и эта трансмиссия на данный момент может пройти 300 тысяч километров и даже все 500 тысяч. Ее электронная плата, на которой распаяны датчики скорости и соленоиды, не всегда выдерживает проверку временем. Из-за электронных проблем частенько трансмиссия 7G-троник уходит в аварию. И, кстати, на первых порах, когда начинается эта проблема, то ошибка, то есть аварийный режим может исчезнуть после перезапуска двигателя. И, к слову, трансмиссия 7G-троник очень хорошо диагностируется, и виновника можно определить. И вот частенько виновник или виновники – это датчики скорости валов. В любом случае, замена платы стоит дорого. БУ и одна из последних ревизий стоит примерно 350-500 долларов. И при ее замене надо будет немножко поколдовать с фирменным ПО. Вариант ремонта подразумевает замену датчиков скоростей, но сами датчики производятся в Китае и не лучшего качества, а оригинальные датчики Даймлер никогда не продавал. Кстати, за переключение режимов работы самой АКПП отвечает отдельный сервомеханический блок, называется АСМ. Он связан с селектором АКПП, грубо говоря, проводами. Этот блок очень не любит проблем с аккумуляторами, с проводкой, короткими замыканиями. Если он попал в аварию, то двигатель не запустится, и вообще ваш Мерседес превратится в недвижимость. На панели приборов будут сообщения о невозможности переключения передач. БУ-шные блоки АСМ обойдутся в 200-300 долларов. И перед установкой их надо обнулить и перепрограммировать под ваш автомобиль. Но вы помните, что с бушными и новыми запчастями обязательно АвтоСтронг. Ссылки в описании. Настоятельно рекомендуется производить замену масла в этой трансмиссии каждые 50 тысяч километров. Масло до и после 2010 года разное. То есть до 2010 красное, после 2010 синее. Хотя синее по инструкции ходит 150 тысяч километров. И еще, кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Ну и напоминаем, что на данный момент вот эта вот машинка продается. Ссылочка на нее будет в описании к этому ролику. Также напоминаем, что у нас есть подразделение МотоСтронг. Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы. Подбираем байки с минимальными пробегами и в отличном состоянии продаем с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл? Обязательно в МотоСтронг. Ссылка тоже в описании. Ну и еще напоминаем, что в Автостронге помимо отличных БУ запчастей, есть абсолютно новые запчасти и технические жидкости. Так что звоните, пишите нам в любые мессенджеры, заходите на наш сайт. Будем ждать. Ну а сейчас мы поехали на 100, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Ну что, мы на 100 и продолжаем. Рулевая рейка буквально на всех 164-х начинала медленно подтекать к пробегу 150 тысяч километров. Она начала подтекать сверху, то есть в самом верху по распределителю из-за изношенных уплотнительных колец. Так вот, такая рейка без проблем реставрируется в профильных мастерских. Если при повороте руля слышен хруст и чувствуется закусывание, то это говорит об износе подшипника рулевого вала. Так вот, эти подшипники надо заменить на обновленные, потому что подшипники первой ревизии не были защищены от грязи и пыли. А если руль при повороте просто закусывает, то это говорит о закрывании самой нижней крестовины карданного вала. А вот сам насос ГУР перед своей кончиной начинает громко гудеть при вращении руля на месте. Обычно он заканчивается при пробеге в 200 тысяч километров, но может прослужить и больше, если менять масло в системе гидроусилителя. И если будете менять насос ГУР, то надо обязательно еще поменять расширительный бачок. И если будете менять масло в системе, то этот расширительный бачок тоже надо обновить, потому что там есть сетка-фильтр, которая будет забита продуктами износа. Естественно, ML второго поколения оснащался пневмоподвеской опционально, а вот старшие версии ML500 шли с этой подвеской штатно. Большой минус пневмы этого кроссовера состоит в том, что сами баллоны ничем не прикрыты. Это значит, что их запросто может протирать насквозь песок и грязь. Поэтому их нужно очищать от явных и надежно прилипших загрязнений. При этом подвеску нужно задрать в максимальное положение, чтобы отмыть баллоны по всей длине их нижней опоры. Часто баллоны, то есть пневмопружины, без напряга выхаживают 200 тысяч километров. И на сегодняшний день уже никто не рассматривает на замену, ну практически никто не рассматривает на замену дорогущий оригинал, а предпочитают ремонтные и восстановленные детали. Так вот, особым интересом пользуются вот эти вот передние пневмостойки, потому что они по заводу идут с амортизаторами, а стоимость оригинальных тысяча долларов. Но есть уже ремкомплекты, восстановленные пневмостойки, поэтому это уже на сегодняшний день стоит не так дорого. Компрессор пневмоподвески установлен за передним бампером справа. Так вот, он становится доступен после снятия вот этого вот правого локера, а воздух в компрессор пневмоподвески подается через фильтр, то есть проходит через фильтр и подается через маленькую трубочку. Так вот, частенько эта трубочка лопается на изгибе, и компрессор в процессе погибает из-за того, что насосался песка, грязи, ну и так далее. Так вот, настоятельно мы рекомендуем заменить вот эту вот тоненькую трубочку на нормальный армированный шланг. Компрессор пневмоподвески раз в один-два года нуждается в замене сушителя. В общем, если в морозную погоду он начал гудеть сильнее, а в нормальную погоду, то есть в теплую, он работает штатно, то будьте уверены, что дело в осушителе. В общем, компрессор ремонтопригоден, а у блока клапанов есть много недорогих аналогов заменить. Кстати, постоянный полный привод FOMATIC однозначно надежен. И, кстати, ML второго поколения опционально предлагались с понижающей передачей. Идем дальше. Значит, про раздаточную коробку. Примерно при пробеге в 250-300 тысяч километров она начнет подтекать маслом. Так вот, ее надо снять, разобрать и переуплотнить с очисткой внутренностей. Также не стоит терпеть подтекание масла из обоих редукторов. Так вот, если вы вдруг услышите или почувствуете толчки, то лучше осмотреть сальники заднего редуктора и по возможности заменить. А вот сами редукторы достаточно надежные. Также шрусы карданов со временем все-таки могут страдать от грязи и влаги. По мере износа они тоже становятся причиной пинков при включении переднего и заднего хода. Это особенно касается шрусов переднего кардана, которые изнашиваются после появления трещин в их пыльниках. Но в целом проблем с ними гораздо меньше. И служат такие карданы дольше, чем те, которые оснащены крестовинами. Подвесной подшипник заднего карданного вала не предлагается совсем. И чтобы побороть эту проблему, владельцы этих автомобилей покупают опору от кардана 140-го Мерседеса и устанавливают туда подходящие подшипники. Вообще эту проблему можно решить в специализированных мастерских по ремонту кардана. Подвеска UML очень надежная и ресурсная. Первыми тут приходилось менять стойки переднего стабилизатора. Цены на оригинальные очень кусаются, более 100 долларов за штуку, но и служат под 80 тысяч километров. Приличный не оригинал, не более 60, а самые бюджетные варианты по 10. Нижняя шаровая опора меняется отдельно. В оригинале она сегодня стоит 200 долларов и более, а хорошие аналоги не более 70. Верхняя шаровая опора идет в сборе с дорогущим рычагом, который широко предлагается от не оригинальных производителей по цене от 40 до 160 долларов. Такой вот разброс цен оригинал ощутимее дороже. Так вот, соленблоки передних рычагов можно без проблем подобрать под ваш бюджет. Ступичные подшипники выхаживают примерно 150 тысяч километров, стоят до 120 долларов, а заменители от 30 до 80 долларов. Еще впереди иногда вылетают и шрусы. В задней подвеске по 4 рычага на каждое колесо. Тут есть одна шаровая опора в самой нижней точке поворотного кулака. Она служит, как и все остальное сзади, более 200 тысяч километров. Оригинальная шаровая рычага подвески обойдется в 70 долларов. Сайлентблоки нижнего рычага продаются отдельно, а вот верхние рычаги по неоригиналу недорогие. Ну что, и тоже. Мерседес МЛ это премиальный кроссовер, который действительно прошел проверку временем. Даже те моторы, которые поначалу доставляли очень много неудобств, это М272 и М273, на данный момент бегают и проблем не вызывают. Делитесь своими мнениями в комментариях об этом автомобиле. Ну, если кто его эксплуатирует, то напишите опыт эксплуатации, а мы обязательно почитаем. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».